Добрый вечер, мы вас приветствуем на встрече Атре Бутспортив Норс Ремемброс, сегодняшний наш день начнется именно с них, надеемся на хорошую, красивую, яркую, жесткую, мощную игру, и у микрофона для вас Максим Чаев, Терентьев и Асива Хайдаров. Доброго времени суток, друзья. Опять карта Миттаун, вновь мы с вами наблюдаем, как атрибуции попытаются ее удержать. Вчера мы уже видели, ребят, на этой карте, посмотрим, что покажут сегодня. Стыковые матчи у нас закончились, в составе легендарного дивизиона не изменилось ровным счетом ничего. Могли заменить игроки катастрофы кого-нибудь, но этого не произошло, катастрофы не прошли по результатам стыковых матчей. И тем временем, друзья, мы наблюдаем за Норстрим Мемброс в сопротивлении команды атрибуции. Атрибуции пытаются сопротивляться на центральном кафе, но опять же, очень аккуратно это делают. Лишняя агрессия здесь абсолютно ни к чему им сейчас, пытаются найти какой-то энтри, но все как-то работает. Пока что против них более закрытые позиции выбирают для себя Норзы. Также, друзья, обратите внимание на небольшие изменения состава за Норстрим Мемброс. Это же Тео, который пополняет их стак, как-то команду самолет слишком потрепали в плане ростера. И Солушки забрали оттуда, и Тео перешел в другой коллектив. Не знаю, что будут делать парни, но посмотрим. Я думаю, мы увидим ребят в ближайшее время, и там уже будет ясно, кем они заменились и насколько это профитно. Ну а пока это полторы минуты позади, пять в пять, друзья, ситуация. Максимум, что обмен ХАЕ среди наших коллективов. Норзам нет смысла никуда ссылаться, время играет на них, но вот атрибуциям было бы неплохо поторопиться. Да, чтобы не получилось, что под последние секунды фомба они заходят. И сразу же попытаются ударить на две точки, Блатант играет на премии Джеза на бете. Пытаются раскинуть ХАЕ и раскидывают неплохие, я бы даже сказал, отличный Блатант. На одной из них взрывает оппонента, забирает Даню, Блатант еще и планы закрыл Закар. И ЭТИЛ, звено, которое пыталось проходить на альфу, вроде бы как успешно в своем проходе. Но если посмотреть на количество живых игроков обороны, то сейчас по идее должны не вместе разыграть. Но ты его просто на мужика заходит, забирает сейчас ЭТИЛ, а пытался на развороте забрать еще и Закара. Не удается выход с двойки от крыса. Теперь того же команды играют ребята, должны вдвоем выходить. Но все равно перестрелка один в один, а Блатант постеснялся как-то. Ну время ушло, все. Теперь нужно играть в догонялки. Загар. Как скоро поймешь, что таймер закончился. Замечаю то, что уходит и пятится назад оппонент, и следовательно, он уходит не просто так. И вот как раз таки тот момент. Пережитали. Ищет, ищет. Нет. Мусорки тоже нету. Бежит. Загар ищет. Ну, ищет и не найдет. Хотя говорят, те кто ищет, то всегда найдет. Конечно, поговорочка такая имеется, но... Не про Загара в этом раунде. Который уходит в копилку Нарзов. Ну что, Нарзы, поздравляем с более чем удачным началом. Команда Атрибут сами виноваты. Не знаю, кажется, что наши команды попросту потеряли педаль газа. Я не вижу уже абсолютно никакой динамики. И это, в частности, касается именно Миттауна. Очень медленная игра в исполнении атаки. Но сейчас все-таки Атрибуты решили надавить на эту педальку. Нашли все-таки отлично. Три в два ситуация. Есть информация по Плюсу, который оставался под Аплентом в соло. И все, что нужно, сейчас просто пройти. Но, опять же, делают это слишком медленно. Успевают прокид прилететь аж с Б Плента на длину. Закрыть игрока. И теперь два в два при проходе под Аплент. Можно, конечно, ставить бомбу, собственно, чем занимается Загар. Смещение на центральное кафе от Плюса. И, вероятнее всего, они попытаются надавить с двух позиций. Выход через КТ плюсом, выход через ЦК. Плюс не особо торопится, но уже забайтил на себя Загара. В спину попытается пикнуть Соушки. Но Сау теряет здесь пока что тайминг для себя. Плюс уже выходит с двойки. Продают Загара. Ну и теперь Артему Юлину придется сыграть в индивидуалочку. В дуалах еще есть 46 патронов. Накидывает урона по блатанту. Но как-то все безуспешно. Отпускает Дэв в Плюс и тут же выходит на перестрелку против Сол. Добивает его второй раунд, друзья, для команды The North Stream Members. Но поначалу начинали очень резво. Что можно сказать вообще в ходе этого раунда. Начали очень быстро. Потом стали мешкаться. Стали неуверены. А вдруг в упоре где-то дуал и еще что-то. Простояли на БТРе. Долгое количество времени позволили откинуть ХЕ-шку с Б плента. Прождать весь этот таймер, пока она с бет летит до ланга. Плюсом ее еще и вейдить не удалось. И уже успели стянуться игроки обороны на эту хелпу. Ну а вдвоем выбивание бомбсайда произошло более чем успешно. Небольшой дискоммуникейшн, наверное, произошел. Загара, кстати, оставляли одного. Может быть и была такая задумка. Мол, Загар играет хотя бы на один килл. Потом может погибать. Но один килл ему не удалось дать. И один в два разыграть Сол также не получилось. Дуал и не реализовал. Все куда-то в молоко пролетело, а не в блатан. Ну и пока что это 2-0. Не приговор для атрибутцев, но как тревожный звоночек все-таки есть. Они сейчас, кстати, миксуют по темпу, в принципе, свои игры. Первый был максимально медленный. Второй максимально быстрый. Можно как-то его так назвать пока что, ввиду этой встречи. И третий, наверное, уже будет работать над ошибками. Все моменты, которые они должны будут учитывать как раз-таки по прошествии этих двух раундов, мы, наверное, должны сейчас и увидеть. То есть, как должно быть в идеале, по идее. Посмотрим, как будет принимать оборону. Ну, как оборону будет принимать, в принципе, и так понятно, вроде бы как. Тут, в принципе, дефолтные позиции. Опять же. Ничего нового. Вопрос лишь только к атаке. Там, наверное, должны быть раскидки. Вот видите, на мини-карте там значочки уже начинают моргать. И пошел выход под раскидки. Халдрога должен упетлять, наверное. Отбежать от тиммейтов. И оборона держится еще на бете, потому что атака периодически играет сплитом. Заходит по две позиции. Поэтому сразу же они сместиться не могли. Это еще один, наверное, момент, где можно, по идее, задуматься. Командам, которые играют на турнирах, о том, что вот подобным образом можно... Ну, это можно относительно назвать бейком. Запускайте подобную точку в одном из раундов своих тиммейтов. Сами идете под другой. То есть ударяйте сразу же на два бомб сайга. А в одном из раундов просто никого на противоположную. И все вместе в одну и заставляйте оборону держаться на другой. Как-то так. Надеюсь, правильно объяснено и понятно. Но все-таки это неплохой раунд, как ни крути, в исполнении атрибутов. Молодцы. Я думаю, The Nord Stream Members должны сейчас поставить для себя восклицательный знак, что здесь появились фейки. И надо по-хорошему быть более внимательными сейчас. Расстановка игроков обороны пока что, я так понимаю, плюс. Надеется на откид ХАЕ под четверку. Будет играть по информации Тео. Ну, а потом смещение центрального кафе. Задача Халла Дрога получить информацию. Не более того, если будет геройствовать, может и голову потерять. Против него довольно серьезный соперник. Это же Дэниэль. Да, у Дани в руках дуалы и сыграть дальнюю дистанцию будет немного тяжеловато. Но никто не обещает то, что этот парень ее не сократит. От Блатанта тут же прилетает еще один килл. Погибает план. Минус два игрока атаки. И этот же раунд уже начинается довольно печально. В основном The Nord Stream Members пытаются брать на себя какую-то инициативу. Может быть, как раз-таки во избежание этого фейка. Выйти первыми на перестрелку. Найти минус. Ну, а там уже как пойдет. Минус от Тео. Закрывает Дэниэля. Саушник тут же разменивается. Артем пытается добить еще и Халла Дрога. Но ему это не удается сделать. Аук только Халла карает двоих игроков. Ну, и раунд за Нарзами. Это 3-1. Кстати, наверное, пришел Тео. Да, и подвинули Халл Дрога. Он вроде бы на дуэлах же играл. Сейчас он с Ауком. Ну, думаю, он, в принципе, был не против. Может быть, он сам и предложил. Просто Арханда, может, как раз-таки своим опытом надавил. Да и все понимали. Я вот немножко послушал, да, ребят. Как, в принципе, кухня. Немножко. Не полностью, конечно же. Но немножко обстоит у игроков азербайджанских коллективов. Ну, и вот как-то там игра на доверии, что ли. На каком-то понимании. Все как бы друг друга знают. И в этом, наверное, их огромный плюс. Как-то вот такой момент. И они на этом разыгрывают. Окей. Сейчас ситуация в раунде 3-4 по живым игрокам в обоих коллективах. И с потерям. Загар разбрасывает под Альфу. И это будет сразу же врыв в ЦК. Но там Джеза будет принимать. Он же смотрит на целых, кстати, с ушки. Как раз-таки при выходе смотрит в его позицию. И вместе с Тео Джеза сбирает в ЦК, забирает его без проблем. 4-1. 4-1, друзья. Первая половина пока что максимально печальная для атрибуцев. Ровным счетом не получается, опять же, ничего. Фейковая ситуация здесь прочитана. Была команда из Nord Stream Members. Тео, опять же, занимает контактную позицию. На центральном кафе саппорт у него на двойке плюс. Кхал Дрога со стеллажей мониторит игру через ДЛ. Атрибуцию вновь попытаются похалдить. Загар попытался выйти все-таки на пик под ЦК. Тут же получил очень много урона. 52% здоровья. Точнее, он дропнулся под ДЛ. Там получил урон. Ну, а потом уже смещался в сторону центрального кафе. Кхал Дрога продолжает отыгрывать свою позицию. Как минимум информацию по одному игроку он уже добыл. И я думаю, что это более чем его устраивает. Нашил, отпустил своего оппонента. Там уже пусть бегают, сами разбираются между собой, что будут делать дальше. Но атрибуциям по-хорошему опомнится бы уже здесь и сейчас. Такие дабл-килы от флана прилетают. Заход на центральное кафе, но там проблема в джезе. Правда, джезе недолго дышал. Его закрывают, а Дэниэль и Загара еще по фрагу. Либо чудеса творит платант, что, в принципе, возможно, с учетом наличия трех игроков в родовом состоянии. Либо Дэниэль, опять же, ставит пачку своему оппоненту и приносит второй раунд в копилку команды. Тройку заберут. Первую половину можно считать нехорошей, не плохой. Нормальной. Ну, а если 5-2 закроют, на второй половине придется немного сложновато. Кажется, что команда The North Stream Members навряд ли здесь будет растягивать резину. Да, они могут поиграть медленно, но также этому коллективу присуща более агрессивный стиль игры. Да и на карте Металуна они его уже неоднократно демонстрировали. Так что посмотрим. Платант на премиум БТ. Вот здесь не раз показывал оппонента, что он готов принимать, что он готов давать эти нашивы, которые могут залететь. Которые сам, кстати, любят здесь давать загар, но об этом, наверное, позже на смене сторон, которая еще будет. Пока ждут. 40 секунд минус. Ждут какие-то хаешки, наверное, опять же, чтобы облегчить себе выход. Подготавливают сами выходы свои. Вот смоки еще и падают. Пока ждут. Понимают, что есть ЦК. И там играет Телос, который периодически пикает. Но он тоже собирает информацию. Кстати, оборона как-то в центре карты держит свои силы. Свапывает игроков. Сейчас идет прямое общение того, как вообще, наверное, им стоять. Пока что еще дальше разобраться, наверное, не могут, потому что Джесса мечется. Может, он вставал на раскидке. Может быть. И атака. Ой-ой-ой, а Тео, посмотри за ним. Сейчас пойдет мяско. Сюда забирает Этелос, забирает Загара. Возможно, еще и пойдет на Алину. Но нужна подкрепа для Тео. А как так-то? Атрибуция, никто не повернулся. Они, наверное, на доверии к Соу отыграли просто длину. И он сказал, я закрою. Как-то может быть так? Не исключено. Но здесь у Плюса уже есть информация, что соперник пытается продолжать оформлять прессинг на ДЛ. И, собственно, уже смещение центрального кафе проходит в лице Джесса. Джесса с дуалами сидит под кофе. Загар принимает решение отойти, но на длине он как на ладони. Поэтому, в принципе, правильное решение. Можно попробовать разыграть в центральном кафе, а вовсе и под Б-плэн сыграть. Но один в три, друзья. Как мы неоднократно отмечаем, ситуация действительно довольно патовая. Бомбу не поставишь. Нужно искать минус. Собственно, самому лезть на рожон. И он попытался это сделать в центральном кафе, аккуратно чекая абсолютно все позиции. Но все-таки Джесса выходит на пик. Это 5-2. И первая половина, друзья, завершена. Сопротивление. Но плюс-минус присутствовало, но недостаточно. Так скажем, не хватило здесь немного команде атрибутов для того, чтобы дожать хотя бы еще один раунд у своего оппонента. Ну а теперь, друзья, придется на второй половине, будучи в обороне, как-то камбэчить. Но кажется, что в обороне шансов поболее должно быть у атрибутов. Но, как я ранее отмечал, Нарзы довольно неплохой, сплоченный коллектив. Мы видели этот стак с вами еще, наверное, год-полтора назад. И Тео, да, он здесь как кочевник. Он периодически приходит в этот коллектив, периодически уходит. Но команда The North Stream Members с двумя сезонами ранее, коллектив, который пришедший в легендарный дивизион, показавший себя с максимально жесткой и лучшей стороны. И все говорили, мол, да сейчас приедут на ланы, не настреляют. И они же приехали на ланы и настреляли. Они просто казнили все, что движется. Да, тогда не совсем удалось вырваться, так скажем, в топ-2. Но, тем не менее, присутствовали тогда, на тот момент, Ауэкзе. Более опытные игроки с максимальным опытом игры на ланах. Ну и, собственно, приезжали тогда зеленые Нарзы. Но они оказывали достойное сопротивление. И сейчас этот стак вновь вместе. И сейчас этот стак, в принципе, индивидуально не потерял себя. Чего нельзя сказать о команде атрибуц. Потеря есть. И, более того, огромная ротация состава. Теперь уже не в 4, а в 3 игрока. Саушки вернулся к родному тегу. Но, в любом случае, атрибуцам сейчас понадобится время на восстановление. Первый круг. Они смогли удержаться на плаву. Но если на втором, опять же, повторится то, что было в первом, это не выполнение индивидуальной задачи, рассинхрон команды, то, боюсь, что там уже удача может так не улыбнуться. И они могут просто потерять статус легендарного. Но пока что об этом говорить слишком рано. У нас только стартовал второй круг. И будем надеяться, что команда сможет в нем закрепиться. Нарзы, опять же, минуту уже отхолодили на респауне. Вообще никаких пиков не было, и спустя эту минуту полетело 4 хаешки под аплэнт. Ну и, собственно, сюда же будет выход. Пан закидывает свои. Отдаст еще одну. Нараза забайтили. Разбросали альфу, и туда же и не пошли. На ЦК был пик от Теон. Наверное, как-то по приколу туда пошел, ну, как-то зацепить, возможно, подкрепа, которая перетянется на этот байт. То есть, они подумают о том, что раз никто не выходит на альфу, наверное, это перетяг на бету. Как-то так. И очередная побытка раскида. Оп. Ребята раскидали, а теперь дубль 2. И пойдет уже выход. Это фой, который, наверное, и не прочитают. Хотя, а чего читать-то? Куда смещаться? Они просто стоят на позиции атрибуции. На приемке играют. Даня план кладут для себя по оппоненту. Еще Даня может кого-то заберет. Дреболки от него развернется и говорит. План, ну ты чего? Мне додали немножко Дане. Ну, думаю, он доволен, потому что раунд по итогу забрали. А это главное. Ну, а там у Нарзов очень все печально индивидуально вышло. Вроде как задумка была неплохая. Хорошие прокиды прилетели под Аплэнд. Но один фраг за итог раунда. Это совершенно не то, на что вообще могли надеяться за Нарз Ремемберс. Сейчас мы с тобой видим, как они в основном смещаются под семерку. Но это очень редко сейчас означает финальный выход под Бплэнд. Очень много отдают внимания под Б, пытаются раскидывать ХАЕшки. Еще одна осколочная прилетает под Б, но это лишь видимость того, что сейчас может произойти под Бплэндом. По сути, здесь уже не угадаешь. Либо они действительно сейчас докинут еще пару осколочных под Б сайт и попытаются зайти, либо они просто пытаются байтить игроков обороны. Мол, ребята, мы под Б, держите ухо востро. Тео сидит под телефонной будкой, он ждет какой-то аркады от атрибутсов. Может быть, эта аркада и придет в лице Дэниэля. Даня сейчас играет на поджим ДЛ, где раскидывается опять же осколочная под... А, нет, это был смолк, но вот сейчас прилетает еще один и еще один. Три смока падают, друзья, под Аплэнд, и выход все-таки на длину продолжается. Блатан пытается сопротивляться, но Дэниэль в упоре максимальный профит. Закрывает Блатанта, и, друзья, смещение под Бплэнд, выход на АСО, Артем погибает. Остается загар, 52% здоровья, тоже недолго музыка играла для парня. Минус, погибает АТЛ в районе меда, Бплэнд потерян, и неплохой фейк. Зачем-то АТЛ, к слову, пошел в соло. То есть тиммейт его далеко, но они никак не посапортят, вообще никак. Немного поторопился, и оставил тиммейт вдвоем. Выход Даня из семерки, его уже поджидали, подтирая ручкой. Господа из игроков, под тегом North Stream Members, они ждут. Давай подходи. 4 хп у плана. Каешка, конечно, есть, бросает. Окей, еще одна. Ну, 4 хп на 4 на разов. Как страшно. Нет, не надо, не бейте. Но придется. Раунд забирают для себя на разы. В принципе, хорошо пробили, там, выйдя сразу же как раз-таки на позиции, где играл соу. Около окна, там, около той нычки, которая уже, в принципе, является дефолтом. Куда некоторые люди просто прейфом выходят, когда на бухло, сразу же бросают хе-шку или какой-нибудь наш риф. К слову, кстати, я ты говорил, когда про ширму, о том, что там вымеряют какой-то пиксель на ширме. Я даже подумал о том, что можно эту позицию, может быть, как-то выловить. Но это сложно будет, если вот я сейчас примерно, примерно сажусь. И где вот... Там не то, что пиксель, там, видишь, там надо отмерять по вот этим складкам на ширме, на самой, там, типа, 3 сверху, одна линейка влево, там, 4 вправо, там, просто комбинация, сейф легче вскрыть. Говорю, не помню, если кому-то интересно, друзья, у меня в группе была статья, вы можете зайти прочитать. Насчет этого прострела, но он простреливает именно бочку, и, собственно, здесь огромного профита не имеет для атаки. Но, тем временем, The Nord Stream Members проходит под Аплент, они уже поставили бомбу, это 4 в 2 ситуация, и команда Атрибутс пытается ее перевернуть. Загар играет через КТ-спавн, а тем временем Сошки зайдет в центральное кафе, и ТО уже знает о нем информацию, и у него 1% здоровья, Архану надо поберечь себя, там, собственно, команда отвечает, не переживай, не переживай, дорогой друг, мы справимся сами. Это 2 раунда уже для атаки, и пока что здесь красками игра явно не наполнилась для Атрибутсов, пока что все по-прежнему в черно-белых тонах. Есть такой момент. Раскид ХАЕ, попытается фастановить ЦК, по всей видимости, я делал, забрасывал ХАЕшку, хорошую забрать пресса, но сам отдался в руки ТО, 4 в 4. Позиции ЦК пройдены на длине, Даня смог дать хотя бы один фраг, но он погибает, план будет, значит, зажатым на длине, также его закрывает. Цоу, играет по длине, информацию, конечно, тиммейтам дал, что все классно, я захожу за спину, но всех тиммейтов не потерял, попытка отправлять Цоуашек длину, ой-ой-ой, не надо, страшно, так как у меня как-то звук забаговался, что как будто он в прыжке постоянно брал, ой, бежал. Да-да-да, у меня тоже такая штука была. Ну что, третий раунд забрали для себя на раз... Ну говоря, еще, еще и еще требует крови. Выход на длину, Халдрога пытается сопротивляться против Дэниеля и Плана, опять же падает несколько смахов сейчас под обзорную площадку Аплента. План занимает упорную позицию непосредственно под гомсайдом, он не пытается сопротивляться сопернику с дальней дистанции. От плюса и Тео прилетает еще по фрагу, минус два игрока во воронительных ретутах, очень печально. Дэниель пытается уравнять еще шансы, закрывая Тео, при этом продолжается файт под Аплентом, проход через длину уже имеется. По плану присутствует информация и его холлсбар как-то быстро вытекает на отметку ноль. Загар Дэниель вдвоем против четверых, при этом Аплент потерян, бомба будет установлена в закрытую, Джеза добрался до Дэниеля, остался один загар, но уже и тот остывает в центральном кафе. Раунд за Нарзами, 4-1 на второй половине, ну и как результат, друзья, 9-3 на карте. И минимум победа в принципе, минимум, минимум ничья, да я уже вроде победа, я истил на разов. Там было сколько, 5-3 или 5-2 было? Вспомнить бы, Максим, помоги. Секунду, еще раз, меня отвлекли. 5-2 было или 5-3 было на предыдущей стороне? 5-2. Вот. Ну победа уже, получается, давненько у них есть, заработали на разы. Да здесь даже если бы и 5-3 была бы, тут уже в любом случае ребята потеряли для себя все шансы. Все равно, что-то до 3 нет. На разов я чувствую, вот именно, что есть какие-то заготовки. У них, знаешь, дебл фейки даже есть. И это, и это хорошо. Вот как-то вот так. Сейчас загар на премию бета. Работает неплохо, забирает пюса. Заход от джеза, ему ничего не оставалось, кроме как забегать в эту подготовленную ловушку за гором. Которую он, в принципе, захлопнул. И смог забрать также оппонентов, какие раунд атрибуции получают. Ну что, а куда на этот раз? Тео раскидывает хае и смоки, но вдвоем. Да они могут позволить себе гулять. Пока что они могут позволить себе просто гулять по карте. Периодически, может быть, будет еще проходить какое-то смещение с их стороны. Там под Аплент, Бплент, абсолютно без разницы. Но сейчас мы увидим с тобой именно выход Альфы. Спустя 30 секунд очень много смоков откидывают. План закрывает все-таки Тео. Откидывается еще хаешка под двойку, но немного кривовато прилетело. И Тео ее заявейдил. Очень многое отдали на длину, но по итогу не вышли. И сейчас попытается смещаться куда-то под Бплент. Плюсу удается закрыть все-таки Тео. И Плюс продолжает напрягать ситуацию еще в районе Аплента. Но есть ощущение, что что-то дослышали в районе Семерки. Потому что Джеза, может быть, Халдрога топнул. Не уверен, но все-таки пока что Соу не торопится смещаться. Минус Аплана погибает Плюс. На длине пытается воевать еще Блатант. Но Блатант тоже очень сильно рискует своей головой. Джеза закрывает Загара. Выход все-таки под Бплент, друзья, имеется. Сау пытается еще сопротивляться. Но там уже на широкой играет Джезу. Джеза закрывает Саушки. Правда, перед этим продает своего тиммейта. И это 2 в 1, но очень битый план. Дэниэль уже с дуалами смещается через 7. Поставил бомбу Джезу. Не успел уйти с бомбсайда. Дэниэль его добивает. Еще один раунд для атрибута. Это только пятерочка. Хотя бы что-то. Начало недели. Раунды хоть какие-то иметь тоже было бы неплохо. Окей. Даня неплохо, кстати, расстрелялся. Может быть, на второй карте это продолжится. А вторая карта, кстати, ребята, давайте я посмотрю. Все с вами. Так, так, так. А их хитрец, они даже, по-моему, не написали. То есть... Ну, подожди. А, да-да-да-да-да. То есть, на разы написали мид КТ. А план говорит, думаем пока. Заходите, но это не про комнату. И так и не написали. Ну, мы видели уже подобную штуку. Ладно. Потом, друзья, посмотрим. Собственно, я думаю, до следующей карты в любом случае уже остается немного. Смещение по длину проходит от Дэниэля. И сейчас, может быть, Даню не ожидают увидеть здесь в аркаде под аркой. Но, с другой стороны, может быть, и Тео что-то слышал. У Тео очень хорошая позиция, где он всегда может выступить саппортом. И на центральное кафе, и на лонг он всегда играет под... Ну, по крайней мере, по началу раунда играет под телефонной будкой. И там все прекрасно слышно. Но пока что, видимо, информации отсутствует. Как ты отметил ранее, да, Данька неплохо расстрелялся. Десятка у него на счетчике. Только команда как-то не особо расстрелялась. Ну, есть такой момент. Как-то бы ему посаппортить. Но это значит, что это все равно хороший момент. Вот именно что главное, посаппортить потом. Как-то под него разыграть. Раскидывать ему ХЕшки, раскидывать ему СМАКИ. И тут именно что, разыгрываться под него. Кормить его, так скажем. А ему вот что-то такое подавай как-то. Дай возможность. То есть, при том моменте, когда он расстрелян, он, получается, может делать вот такие штуки. И это, конечно же, хорошо. Ну что, посмотрим, какой был пик все-таки для атрибутов. Они сейчас должны будут сказать, какая карта. Конечно, потянули. Ага, это убежка. Сторона. Ну вот они как-то вот так вот затянули. Интересненько. Ну, на разве не против, в принципе, террориста? Так, итого у нас 10-4, да? 10-5. 10-5. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. 10-5. Зайка поставил на Норс. Жду в личные сообщения. Скрин-учетной записи Твича прилагается, дабы подтвердить, что это действительно ты. Но у нас продолжение на данный момент. Это же карта Убежище. Но, в свою очередь, могу сказать, что Убежище вроде как тоже довольно неплохая карта была бы для атрибутов. И как раз таки ввиду того, что только что сказал Илья, мол, можно попробовать подстроить их стиль игры под Даниэля. Даня на этой карте чувствует себя действительно неплохо. Ну, как... Это его домашка. Да, это его домашка. Поэтому, может быть, из этого они смогут еще извлечь какой-то профит. Но сделать, опять же, это будет довольно тяжеловато. Но никто не говорит то, что это невозможно. Ну, и мы, собственно, приступаем с вами ко второй карте. И пока что я не возьмусь делать никакие предикшены. Атрибуции не помогли своему... Хотел сказать, ингейм-лидеру, но это неправильное обозначение. Вылетело из головы. Скажи мне, фраг-лидеру. Вот так. Не помогли своему фраг-лидеру. И сейчас самое главное, чтобы Данька не зачах. Если он сейчас погаснет, то на второй карте... И никто вместо него не воскреснет, то... Не будет шансов. Вообще. Неприятное начало раунда. Более чем. Вы посмотрите на холдсбар. Эти алдс ракетка. Сошкин. 20 хабо на 19, окей. И 8 хабо загара. Не выйдя на перестрелку, они... Имеют очень маленькие шансы сейчас уже. Перед этим как раз таки выходом. И куда пойдут? Центр карты за ними. Попытка выцепить Тео. Нужны раскидки. Инфа по нему есть. Там через резвитил наши. Попытка Дани выйти не удалась. Тео ему навесил. И сейчас, по идее, как-то вроде бы плюс-минус попытались от него разыграть. Но тоже момент. Хаешку не кинули, к примеру. Когда была точная инфа. То есть он там играет на медле, и его через дверь. Подожди, приберется он походу. Или же нет, никто его не замечает. Атака пытается пройти на длину. Пошли раскидки под Аплент. Блотан пытается принимать. А Тео должен бежать за спину. Пока по нему никто не знает информацию. Но для Блотанта здесь тир должен был быть. Очень битые игроки, которые направляются с двух позиций. Буквально на тычку на каждого. Халдрога с Меда справляется самостоятельно. Не теряя своего здоровья. И Сошки попытался пикнуть все-таки проход через коннектор. Третий фраг принося своему оппоненту. Первый раунд, друзья, за командой The North Stream Members. И пока что эти состояния более чем удовлетворяющие. Атрибут или Норс? Норс. Ну ты медленно опять спросил. Ты не доверен на подумать. Нет, ребят, ну че вот он. Смеленно же было. Атрибут или Норс? Че ты? Атрибут или Норс? Все, я пошел сиди тут дальше. Атрибут или Норс? Во, смотри, а? Так суть-то в том, не в том, как я спросил, а в том, как ты ответил. Понимаешь? Ну ты типа блицуешь опять же. Типа, так мне надо спросить тебя, а твоя задача фастом ответить. А то, что я там за 2 секунды сказал, а не заткнул. Берешь сразу, обкунаешь холодную воду. Ой, короче, старый борчун, сиди уже. Ничего не знаю. Все уже, залетел ты, считай. Реакции нет у старика. Ситуация 5 в 2. Для команды из Норстрим Мемберс ситуация более чем благоприятная. Пытаются играть под Аплент, вроде как. Но хотя смещение через Миддл. Здесь Дэниэль вместе с Планом попытается пройти их. АЕш на подписок падает, и здесь же Тео попытался в углу отсидеться. Но для Дэньки это более чем дефолтная позиция. Сразу же вышел на чек до Билла Архана. 4 в 3 уже с этим можно жить. Халдрога отыгрывает в Сикрете. На машине играет Джеза. Пройти через Игу тоже будет довольно сложновато. Попытается надавить вновь на Миддл, где в противостоянии играет Плюс, который отдал ХАЕ, только это был опять же Смоук. Но и атрибуции думают. Думают, думают. Куда пойти под Бем? Сворачивает все-таки Дэниэль. Чекнул Зиги. Пока что находит Джеза. Я так понимаю, он его должен был видеть. Да, но и Сикрета там уже Халдрога начинает саппортить. Так что Даньке пройти будет довольно тяжеловато. Но он заходит. Он заходит, закрывает Джеза. Еще и до Хала может добраться серьезно. Просто позиционка, которую нельзя выигрывать. Он просто заходит. Я не знаю, как парни это допустили, но Блатант должен будет исправлять сейчас косяк команды. Получится ли? Ну, Даня родовый. Два ХП. Там любая пуля. Любой нашив в его сторону. И смерть. Пускается Блатант. Чек от Сикрета. Ну, там где и чекнул. Там и оставил свою голову. А Даня в этом раунде как минимум минус 4. Красавчик. Вот разыгрался на мужика. И стреляет он. Летит ему. Надо, не знаю, максимально как-то саппортить. Спрашивать. А куда ты хочешь сегодня пойти? На Бету или на Альфу? А может быть, Мидл, сударь? Раскинуть ли вам Хаешку? Ну, конечно, может быть и не так. Но что-то подобное должно присутствовать. Просто в первом раунде, когда он выходил на Тео, я вопрошал, почему, допустим, не было Хаешки, когда была точная информация по Тео. Понятное дело, он там появился на Мидле. То есть нашел по нему какой-то. Нашел через дверь, но об этом, наверное, даже инфы могли не получить игроки. То есть там залетает и зук. Именно попадание по Тео вроде бы отсутствует. Там просто стрельнул, просто что-то шальное залетело. В общем-то, смысл был таков. То, что я говорю. То, что закидывается Хаешка, к примеру, на пески, одна под Мидл. И под них как раз-таки выходит Даня. Потому что он на Хаешках своих тиммейтах уже не взорвется, а ты его придется отбегать. В это время он бы выходил как-то и разыгрывал. Узко направлено на то, что я сейчас говорю, только про Даню говорится. Но в том и смысл. Не знаю, по крайней мере, я завожу такую идею о том, что нужно играть от него. Потому что, ну вы сами видите, ну он выходит, он вообще грязь делает. Летит. Так бы, конечно, каждый раз хотелось бы каждому игроку, вот, хотя бы тиммейта видеть в таком здравии, так скажем. Но сегодня, пока летит, надо. Ну, сейчас посмотрим, сделают ли это атрибуции. Пока что план закрывает джеза. Здесь более ожесточенный файт проходит в районе Мидда. Очень много внимания НРЗ дают на эту позицию. Вообще непонятно почему. Вроде как, понимают то, что здесь гибнут один за другим их тиммейты. И они продолжают просто по одному выходить на эти пики. Вообще надо было отпустить позиции Мидда. И отойти на исходные для себя. Но вы решили соло-файты устроить, и эти соло-файты выигрывают. Там, точнее, НРЗ играли в соло-файт. А атрибуции играли просто толпой. Месили по одному игроку в районе Мидда. И непонятно, на что вообще рассчитывали НРЗ. Но все-таки здесь Тео проходит опять же в спину. Может быть, найдет еще пару фрагов в виде смещения плана ИСО. Здесь же прекрасно слышит Загара. Загар должен закрывать. Да, Загар погибает. Теперь есть информация, что Тео в спине. Не попадает в бортовому плану. Халтрога в Сикрете. Одна осколочная и парень отправится отдыхать. И, собственно, эта осколочная уже прилетела. Хорошо, две осколочные. Ну и минус от СОУ. Раунд за атрибуцию. Получен второй. В определенный момент, когда они получили точную информацию, не решили просто не стреляться. Ну его нафиг. Пойдем в Альфу. Пойдем. Расконали ходишку и выиграли раунд. Окей. Идет следующий. Пока оборона держится, в принципе, в этом раунде пассивно. Пытались в предыдущем как-то агрессивно надавить на оппонента. Не удалось. Но это был, наверное, знаешь, ключевой тоже фактор. А если бы у них залетело так же в ответ, их как-то бы тоже понесло с ноуболом. И все это шло, летело как-то и продолжалось бы в других раундах. Но нет. Халтрога играет на приеме Зиги. Сейчас на которой находится Даня. Тут ему, наверное, как-то нужно саппорта на боковой. Там есть человек, который разбрасывал хаешку. Это же Соу. Будет играть в упоре от Джиза. В позициях уящей. С пределом напор будут разыгрывать. У Дани тоже будет саппорт, по всей видимости. Но аккуратненько. Аккуратненько выходит под бетом. Джиза слушает. Он слышал, что там какое-то время назад разбрасывались смоки на боковой. А вот и пошел, кстати, выход. Забирают ТО. Соу работает под Джиза, который был на ящиках. Та же Халтрога был убит. И бета открыта. Блатанты плюс пойдут на перемещение с Альфы на бету. И пятерых попробуй, да, выбей. Не знаю, почему у меня такая огромная задержка. У меня сейчас только доиграли металл на трансляции. Я хотел посмотреть, что там вообще ребята думают по поводу происходящего. Но, видимо, не сейчас. Видимо, не сейчас. Минус от Блатанта. Причем довольно неплохие фраги прилетели. Оставил ситуацию один в один. Загар. Но битый крайне плюс. И плюс прекрасно понимает, что будет делать загар. Загар откидывает еще ХАЕшку. Плюс. Не понял, как он выжил. В рубашке родился парень. Есть информация по загару. Откидывается ХАЕшка плюсом. И здесь же попытается вновь разминировать бомбу. Загар это прекрасно понимает. Но здесь уже у плюса других вариантов нет. Либо дефать на мужика. Либо... Она все-таки погибает. Раунд за А3. Но было опасно. Была ситуация 2 в 5. И все могло пойти не так, как планировали. Но добили. Но забрали этот 3-1. Они преимущества. Тут немножко токсичности пошло от Эдмайера. Стримеры. Извините, а можно что-то еще про... Что-то еще, кроме того, какой Даниэль классный. Что Дмайер опять же. Ну? Что я тебе могу сказать? Мы задачу не ставим перед собой. Знаешь, специально кого-то захейтить или специально кого-то вознести. Но все наши аргументы, которые были сказаны, я... Выставляю к тебе на обсуждение. Если хочешь объективно пообщаться, то давай. А просто вбросы делать смысла нету. Окей. Новый раунд. Игроки Атрибутс. Медленно подготавливают свою атаку. Дани танцует на хаешках. 50 кп у него осталось. Тау играет в упоре медла. Он чекает. И видит плана. Выхлый пошел дальше. Дани забирает Тау. А размен пляса на хаешке все-таки присутствует. Забирает сейчас плана. 4 в 4. Куда пойдет выход? Просто растянулись по всей карте. Практически игроки Атрибутс. Но вот пошло перемещение в сторону Б. А в Лент А. Пытаются туда выйти. Ну что. В принципе им удавалось это сделать в предыдущие пару раундов. Почему бы не сделать прямо здесь и сейчас. Выход уже будет через боковую. Должна быть информация по Халу Дрога. Который играет в Секрете. Его позиция неизменна. Осколочная прилетает. Оставляет его рыдовым. 3% здоровья. Джеза. Тем временем закрывает Сау. И Тейл на размене. Фраг пара. Друзья на наших экранах. Загар остается один против двоих. Их смещается все так же под Б-сайт. И надеется здесь подцепить кого-то в спине. И собственно так оно и будет. Это же плюс. Но плюс такое ощущение, что чувствует, что его ждут. И он сидит сам в ожидании. Загар выходит на чек. Пока что никого здесь не видит. И у Плюса сейчас был бы очень шикарный тайминг. Выходит на чек. Но нет. Все-таки не реализовал. Получил очень много урона. Заставляет Загара зайти. И Загар очень много времени тратит сейчас на Плюса. И там уже Блатант успевает занять более выгодную позицию. Но Кагар поставил для себя цель дожать Плюса. Но все-таки безуспешно. Плюс оказался здесь сильнее. Раунд для Нарзов. Какой счет, спрашивает Сол? Ну же 3-2. 3-2. Итак. Отребуется. Ой-ой. Как отребуется. Уже лучше сказать Нарус Ремебас. Который выходит на аркад земны. Фео забирает сейчас Даня. Забирает Загара. Противо Хейшка в сторону плана. Попытается ли дожать его. Опасно будет продолжать. Потому что 28 хп откинул. Хей отошел. 3 хп осталось у плана. И ситуация по игрокам 3 в 4. Снова могут попробовать, конечно, выйти на бету. Но до конца непонятно, куда все-таки будет лучше. Ой-ой-ой. Забирает сейчас Сол. Атрибуцев неприятно. А вот на разы укрепляется лишь только. 4-2 ситуация для них. И, наверное, какие-то перестрелки им сейчас шальные. Не нужно просто закрыть позиции. И ждать подхода оппонента. ИТЛ пикает плюса. Плюс уже готов принимать своего соперника. Наверное, надо устроить сначала шумиху под ДЛ. Но, опять же, здесь 3% у плана. И очень тяжело ему эту шумиху создать против Тео. Хотя Тео тоже далеко не фуловый. Единственное, что для Тео, наверное, позиционка будет плюс-минус поудобнее. План потихоньку пробирается под мусорку. А ИТЛ тем временем продолжает кушать выход со стены. Плюс закрывает планы. И ИТЛ пытается занять более выгодную позицию для себя. Закрывает плюса. Но теперь по нему есть инфа. И под Аплент выйти тоже будет довольно тяжело. Тео пытается, конечно, еще как-то выбрать удачный тайминг для приема. И этот Смоук явно здесь не напугал Тео. Тео вышел на чек. Есть добивание. Еще один раунд для Наразов. Тео, наверное, просто с каменным лицом. Смоук. Окей. Просто повернулся. Дал оплевуху. Закончился раунд. И 3-3. Общий счет на табло. Так. Атака опять же разошлась по всей карте, в принципе. Поэтому неясно, куда будет, в принципе, удар нанесен. Вроде бы, как сейчас подарив. Ну, секунду и после, и все. И как бы атака уже на Б. Но это раскидка под А. Под эти раскидки обычно атрибуты выходят. Плюс блатан забирает по фрагу для себя. Закрываем коннектор. Они отрезали поддержку. Звена длины. И все упали. Последним оставался Соул. И воскрывает Жеза. Ну и раунд подготовленный под Аплент не удался. Не удался он, наверное, как раз таки просто... Не достреляли, ребята. Раскидки классные. Но стрельбы не хватило немножко. Продолжаем, продолжаем. Атрибуции. Смещается на мид. Может быть, вновь попытается сыграть под Б. Плент. Раскидывается Хаев. В этот раз Нарзы более аккуратно наблюдает за позициями мида. Есть информация у ЭТЛа по плюсу. Но, собственно, его позиционка неизмена. Так что плюс здесь сам уже, наверное, будет виноват, если не справится. Позиционку было бы неплохо менять. Но он принимает решение пойти в аркаду. И это решение крайне неоправданное. Не было вообще никакой информации, сколько соперников в районе Аплента. Играют ли они вообще целенаправленно под стену или нет. Но там проморгали, собственно, еще и мид. Мид уже занимает песок. И выход под КТ-спаун Дэниэль закрывает Хала Дрога. Б. Плент фриволен. Можно заходить спокойно. И что в этой ситуации придумают Нарзы? Подставляется план на длине. Проиграл файт против Блатанта. Есть информация, что Б. Плент потерян. Естественно, что прямо здесь и сейчас уже Нарзан было бы неплохо смещаться под бету. Бомба была установлена. Но они все-таки дождались этого таймера. Мол, мало ли. Атрибуции в считанные секунды передумают. И тут же уйдут под Альфу. Но нет. Этого смещения не произошло. Выход будет через КТ-спаун от Блатанта и Джеза. Либо погибает ATL с Дэниэлем, либо погибает команда The Nord Stream Members. Причем фулстаком сейчас. Но прекрасно это понимаю. Закрывает Джеза и Тео Дэниэля и Соу. И остается один ATL, который пытался еще жить за вещами. Но ему не позволяет это сделать Архан. Еще один раунд для Нарзов. Нет, это пятерка. 5-3. Нарзы забирают эту сторону. И будут переходить на атаку. Как-то будут там разыгрывать. Победилась синяя команда. Вот Рибуцев, опять же, просто хорошие раскидки, хорошие какие-то вроде бы как выхода занимают они позиции. Илья, подожди, я тебя перебью. У меня крошанулось и не дает закрыть игру вообще никак. Поэтому пока подхвати, я попробую убить эту штуку эту. Давай, давай. Ну, резюмирую эту сторону. Опять же, просто Нарзы, хорошая оборона. А тут Рибуцев вроде бы подготовленная. Хорошо, раскидка и так далее. Свой выход как-то тоже сплитует. Вроде бы окей, но немножко не нажали по какому-то общему скиллу. Ну, не то, что общему скиллу, не дострял немножко. Как-то вот так вот. Сейчас посмотрим, как будет на смене сторон. Все может с точностью наоборот поменяться и как-то... Как-то разыграются, ребята. Такс. Максим и Илья бандиты, стримеры ПБ. Здравствуй, Слава. Илья, в Чакайко тоже весь день? Привет, привет, Слава. Илья, ну, кажется, нет. Хотел бы тебе сказать, что я сегодня на улицу даже не выходил. Но я выходил. Представь себе. Ну, наверное, погодка я бы даже назвал ее хорошей. Не знаю, мне нравится. Почувствую. Это тот момент, когда я вышел на улицу. Начало миссии. Есть такое. Так, а у нас с началом смена сторон. Простите. Даня, поджим на коннектор. Т.О. попытается ему ответить. Раскидывается хаешки. Даня на мужика пошел. Говорит, сейчас буду удивлять. Смотрите за мной. Ну, он отбегает. Не получив какой-то минус для себя, который позволил бы ему продолжить. Дали свою аркаду. Отступил. Ну, это было бы сейвован для него. Например, играет план. Боковой. Выходящий прямо на него. План погибает от рук. Плюс А. Плюс попытается дальше с тиммейтами пробежать. Я, ворота, должна уже сюда идти на перемещение. Да, не забирает длину сейчас. Это информация для обороны о том, что на альфу никто не проходит. Остатки на Б. Айтилл забирает джеза. Забирает он Плюс А. Тут еще есть халдрок, который под хаешку пытается пейкать против Айтилла. Он его забирает. И можно попытаться поставить. Ситуация 2 в 2. По данной информации дела спокойно заберет. И теперь 2 в 1. На КТ. Загар пока что у атаки. Информации по этому нету. Флэшит плент. Загар замечает еще и Зигуна. Все. Информация у всех имеется. Халдрога. Немножко пятится назад. Загар понимает о том, что нужно как-то давить. Не знаю. Забирать, возможно. Пытался против Халдрога отстреляться. Но дуала в упоре. Пачка по загару. И первый урон. Первый урон. Он на разов. Начало миссии. Снова пытается как-то ударить на позиции кухни. Но не дают ему. Не дают ему просто так на разы разы разыграться. Тео. Открытие есть. И получает он сейчас по голове вот этот фраг, наверное, который может позволить Дане пробежать дальше. Почему бы, собственно, и нет. Забирает уже и Блатан. Он там пошел на тест-спаун. Там его ждет Халдрога. Так и ему он пачку ставит. Хорошо. Даня просто педали в пол. Говорит, тиммейты, пойдем. Я покажу вам, где фраги нужно делать. Открывается форма Джеза. Может быть, ему бы навесил, но нет. Там наставляет ему буквально 26 хп. Немножко не дотянул. Но сейчас для наразов, наверное, нужно просто посидеть. Подождать модуля, кто еще подожмет. И как-то на этом свои размены найти. Но в этом раунде Даня проделал хорошую работу. Забрав троих и на рейлев Джеза погиб с честью. Достижение получено. Погиб с честью так себе достижение, знаете ли. Но сейчас посмотрим. Может быть, игрокам атрибутс удастся все-таки переломить ход этой битвы. Ситуация 4 в 2. Плюс вместе с Джеза. Готовый вроде как выбивать выход B. Плантасов должен был слышать смещение от Джеза. Плюс выходит на перестрелку. Да, закрывает планы, но КТЛ он был явно тут не готов. Максим находит минус для команды. И Джеза 26% здоровья против троих вловых. Шансы его довольно быстро сократились. Джеза сидит и ждет, наверное, Аркады от самого ЭТЛа. Но ЭТЛ крайне аккуратен. И он правильно делает то, что он видит, мол, Джеза вызывает его на ту позицию, которая выгодна ему. И ЭТЛ не ведется. ЭТЛ очень аккуратно отыграл и все-таки принес раунд команде. Два раунда позади, друзья. Но вот эти вот четыре фраговые ЭТЛа и Дэниэль и по нолям у команды Атрибутс дальше вот как-то очень сильно настораживают. Парни, просыпайтесь. Просыпайтесь. Но не вывести этот файт даже на двоих игроках. Ну никак. Нарзов перевес по стрелкам. И сейчас они могут уступать, но это всего лишь один раунд на второй половине. Но не хватает исполнителей. Тут может и включиться тот же Халдрога. И Джеза вытворить что-то неимоверное. И Блатан. Тео, я вообще молчу, что сотворит этот парень. Пока с единицей, но он, знаешь, как хищник притаившийся. Он просто усыпляет бдительность, мол, ага. Сейчас, вы верите в то, что меня можно легко убить. И он потом вылетит и будет по квадру давать. Сейчас атрибутсом надо пользоваться моментом. Но это вот сейчас именно то, о чем я говорил. То, о чем я говорил. Просто одного игрока. Квадрокилл, он соло открывает апплент. Просто соло заходит парень. Там оставшиеся тиммейты просто так для веса потанцевали рядом с ним. Мол, типа, мы тоже здесь есть. Но он все закрыл соло. Там даже ассистов не было. Ну и остался план один против четверых. Бомба установлена. Он пытается ломиться через мидл. И такой, мне, 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 мне. Я еще попросил. Никто не стреляет. И смотри. Да, но плюс аусом 18%. И он все-таки проиграл этот файт. Против плана план дабл. Давай еще дабл. Но халтрого очень сильно его нарейдил. И справился, да. Все-таки сам. Еще один раунд для Нарзов. Он просто вышел. Он просто нажал ЛКМ. Не знаю, забрал первую. А второй реально по приколу отъехал. Даже, конечно же, тоже выходил. Там пачка от него. Ой, короче, грязь. Су. Играет на поджиме. Боковой. Разбросывает каешки. Мог бы массово забрать, но нет. Немножко не хватает ОФП. Но снес уже очень много. Продолжает играть на поджиме. Даня играет на саппорт. И сейчас просто всю атаку, которую пытался пройти по боковой, а не закрывает. Но уже просочились джеза. Уже просочился Тео. Он сейчас должен быть закрывать Даню, который был на свапе. 1-3 для него. Информация по нему появилась. Как будет работать? По КТ уже пошло перемещение. ИТЛ. Думал закрыть выход под бетом. Но Тео туда и не идет. Он будет отыгрывать мост. Ну, подальфу не факт. Потому что он тоже прекрасно понимает. Смысла туда идти особо-то нет. Потому что это по сути читаемо. И как только поставят бомбу, то просто переместятся и все. Если ИТЛ есть хаешки, то он бы просто бросил как-то. Ну, без минус. Надо сказать так, что и Бэплэнд. Я бы не сказал, что это нечитаемая какая-то позиция атрибуциями. Они уже его укрепили. Сейчас они, наверное, руководствуются тем, что лучше всем вместе отыграть один бомбсайд, потом отыграть на выбивание второго, чем оставлять там где-то одного игрока просто без поддержки. И позволять здесь вообще давать хоть какую-то возможность для Архана, чтобы тот сыграл в размен и вывел ситуацию на один в два. Тау все-таки принимает решение поставить. Бомба была установлена, и причем он не пытается уходить как-то в район ланга, хотя бомба стоит именно под длину. Попытается закрыться сейчас и вообще по-хорошему... Ну, не знаю, если его задача здесь как-то обмануть позиционкой бомбы, то он уже явно упустил этот момент. Открываться пытался на пиксель, но по нему появилась инфа, Загар довольно легко его законтрил. Раунд за атрибуциями. Сложную позицию как ни крути выбирал для себя Архан, но в упоре один в три разыграть практически Unreal. Если бы он просто занял какую-то статику для себя на монитор через мид, и нашел бы хотя бы один килл при заходе игроков на мидл, то, может быть, еще можно было как-то вырулить этот момент, но он терял тайминг, когда пытался стрейфоваться из-за коробок, и, собственно, пропустил проход уже и под машину, и вовсе весь выход через мидл. Ну и сейчас атрибуцию попытаются опять же взять раунд для себя, но этот раунд начинается с размен. Потеряли по одному игроку обе стороны. Выход на ДЛ, и ДЛ будет продолжать. Плюса опять же запускает вперед, но в этот раз план плюс не сработал. Надо будет теперь прибегать к плану Халдрога. Нет. Вместе с Блатантом хотел сказать, но ребята уже слезали довольно быстро. Вот, потихоньку начинают включаться атрибуции, и прекрасно понимают нарзы, что проблемы-то назревают, и вот теперь с этим уже придется бороться. Вот сейчас три исполнителя. Дэниэль, АТЛ и Саук. Вот этого более чем достаточно. Это хорошо. Если оно так, как-то можно с этим работать. Это нужно учитывать. На разы сейчас также, в принципе, вышли на паузу, чтобы подумать, как им можно разыграть, что получается, что нет. И это дело может быть как-то перемешать, миксануть, и сделать уже какой-то конкретный вывод. Вроде бы получается альфа. Вроде бы. Ну, во многом, да, была заслуга плюса, который помог в том раунде, и залетел, просто забрал всю оборону. В принципе, забрали на этом раунд. Но все же. Тоже это можно повторить, наверное. Посмотрим, как оно вообще будет. Потому что гидать мы можем бесконечно. Что конкретно сделать? Иногда бывает после паузы, то в принципе ничего команды не меняют глобально. То есть все так же разбегаются по дефолту, там растяжка по всей карте. А уже какой-то, наверное, поздний выход, если будет он, то вот он уже в своем изменении пройдет. Посмотрим. Понимаю. Ну, что вот их мы, конечно. Да, чатик читаю. А, ну, там, да, там много можно. И, Пав, я видел твое сообщение, но ответил. Ой, ты прерывался сейчас, хватит на половину того, что ты сказал, мне было слышно. Ну, я тебе говорил, да, уже, сегодня, что инетик у меня немного шалит, не знаю, связан. Я. Говорю, Слава, я видел. Слава, я видел и... Вот, вот он прервался. Видел твое сообщение. Параться, пш-пш. Прием, как слышно. Слышно, слышно. Видел твое сообщение. Слава, мы это разобрали. Слава, видел твое сообщение. Ты сам ответил на свой вопрос. Кодик я скину только в чат. Ну, либо выигрывай ставку. Как слышно, прием. Прием, прием. Конец связи. Понимаю. Пш-пш. Окей. Кстати, я видел... Ну, ладно, сейчас, после того, как халдрога отыграет. У него ситуация 1-2. Загорание тело открыт на него. Пошли на размин, грубо говоря. Загорадался на инфу. И тело попытается сразу же прерв выйти в сторону квадрата, на которой как раз-таки выходит халдрога, который просто убежит на Т. Все. Беги. Беги сюда. Беги сюда, мой хорошенький. Он говорит и тело, но все. Ну, тут вообще без вариантов. Да и деплент он даже не дойдет, наверное. Он пошел гулять. А, вот, вспомнил. Просто челлендж-бот тогда где-то уж конкретно не упомню. Для комментаторов, чтобы они каждый раз их давали, как по рации. То есть, пш-пш, допустим. И вот пошел открытие, не знаю, там, пошел Т.О на открытие, делать минус 2, минус 3, о, боже мой! Конец связи. И вот как вот так. О, боже мой, конец связи. Вроде как только накал страстей, конец связи. А, дубой. А, дубой. Ну что, друзья. Тут пока что Нарзы пытаются в атаке показать, как-то проявить себя. Опять же, открыть оборону атрибутцев. Не знаю, насколько это успешно будет в дальнейшем. Блатан погибает на длине. Как-то подросслабили здесь немного наши мемберс. Есть информация по сопернику. Халдрога, собственно, сразу же вышел на прикрытие. Плюс очень сильно пострадал по ХП. Надо быть более аккуратным. Джеза откидывает ХАЕ и смещается как раз-таки с Т-спавна в район боковой, я так понимаю, пойдет. Его ХАЕшка упала на зиге, подрывая здесь же СОУ. Очень сильно ослабили сейчас Б-плент. И, собственно, это прекрасно понимают. Атрибуции уже отдаются до смещения в лице АТЛа. Ну и под Б-плент зайти, опять же, будет сложнее. Вот Альфу можно поработать. Но они уже столько раз обжигались под АПЛентом, что сейчас с опаской поглядывают вообще в сторону данного бомбсайда. Тео играет на перемещении Зигу. Есть минус. Отлично. Да, Загар вместе с планом. Есть размен. Ну и сейчас либо проходит Джеза вместе с Халом Дрога, либо ребята теряют абсолютно все для себя. Джеза, конечно, разменялся. Молодец. Ставит бомбу. И теперь Загар. Загар один. У него есть информация только о том, что соперник находится один, как минимум, в Пленту. Но нет информации по второму. Хал Дрога не светился. Но теперь инфа появилась. И, кстати, закрывает спокойно при этом Загар своего оппонента в Пленту. Но вовремя вышел на пик Хал Дрога. Я так понимаю, Загар рассчитывал на то, что он вообще отойдет сейчас боковой, рассчитывая на то, что Загар его будет кушать. Но здесь Хал Дрога не услышал дальнейших аркад. Услышал только стрельбу и довольно быстро успел сориентироваться. Лацом это фаст-выход под Аплент, друзья. Где плюс, опять же, на ноге пытается заходить под бомбсайт. Блатант на саппорте. Есть инфа еще и по Дэниелю. Но Данька здесь навряд ли долго протянет. Да, есть минус. И Аплент, друзья, уже открыт. План занимает очень опасную позиционку за машиной. Зря через мидл так быстро полетел. Отыграть от нее не удалось. Две Хаешки к ряду прилетело, и за Ивэйдить тоже не получилось. Есть минус. Но зато Хаешка от плана сейчас прилетает с Песков. Находит минус на плюса. Ну и Хаудрога вместе с Блатантом. Так, где у нас Блатант? Ага, понял. Блатант закрывает игру через мид. План тоже пойдет через тот же мидл. Саушке. Ну, Саушке один мидл. Опять же, выиграть плану не удается. Ну и Артем попытается пикнуть через боковую стенку. Ну и здесь его также накрывает Хаудрога. Три раунда к ряду берут. И победу. Также забирает игроки Норстримемберс. 10-6 общий счет на табло. Там был момент, да, план раскидывал с Песков, ну, с КТ Хаешку. В сторону Планта. Он ее не попал в Плент. Но он попал за ящик. Где уже, получается, после постановки оппонент начинает обходить. Думая о том, что сейчас Хаешка взорвется на Планту. Но это все Майндгеймс. Это Хаешка, которая как раз-таки на прев выхода этого. Так, М6 за командой Норстримем... О, М6. Господи, я читать начал никнейм победителя. И потом уже счет. 10-6 за командой Норстримемберс. Победил МДДВ. Жду также в личные сообщения ВКонтакте. Скрин, учетные записи, твича. Не забывай, получаешь свой приз. Ну, а у нас, друзья, музыкальная пауза перед вторым матчем на сегодня. Для тех, кто не поленился и зашел в группу по Инбланке Спортэффишел Паблик, уже получили для себя расписание. Ну, а кто у нас не успел, может быть, ввиду работы, а может быть, и ввиду лени, то кулдауны против Дарккорса вторым матчем нас ожидают. Субтитры создавал DimaTorzok